Владимир Александрович, ожидаемо или неожиданно для вас, человеком года по версии Тайм, это все-таки такой авторитетный маркер, стала Грета Тунберг. Как вы к ней относитесь? Чистая конъюнтура. Смотрите, как удобно. Женщина, ребенок, нездорова, из небольшой страны, но вот единственное, разве что не чернокожая, потому что для добавления было бы очень хорошо. Абсолютно в модном тренде, я не знаю, уместно ли здесь напомнить анекдот, кто легче всего получил бы должность во Всемирном банке. Черная, одноногая женщина без мужа, лесбиянка иудейского вероисповедания. А что касается темы, потому что картинки погибших китов, дельфинов, чье брюхо набито выброшенными человечеством пластиковой упаковкой, они стали одними из главных кадров последних лет. Ведь это уже не просто конъюнктура, это реальность. Несмотря на все успехи утилизации в ряде стран, мы видим эти кадры. Мы понимаем, что экология очень болезненна. Зеленая повестка выходит действительно в настоящее время на первый план, с этим никто не спорит, но один из первых планов. Но у человечества вообще всегда были проблемы, которые в какой-то момент казались нерешаемыми. Когда появился автомобиль и сбил первого человека, тоже возникла дискуссия. Появился транспорт, который убивает. Поэтому тоже, наверное, возникла дилемма, может быть, отказаться от транспорта, чтобы не было ДТП. Но как человек по этому пути не пошло. А там 200 лет назад было известное страдание о том, что если глобализация, ну термин глобализации не было, но смысл будет торговлен, будет развиваться тем темпами, как она развивается, то через 50 лет Париж будет завален конским навозом. Выяснилось, что мы начали обсуждать не проблемы навоза, который стал важным фактором экологии, а как раз, наоборот, загрязнениями от автомобилей. Обычно общественный прогресс создает острые проблемы и решает. Конечно, мы должны принимать ответственные решения, но опять же понимать, что наши потомки будут не глупее нас, а, допускай, что даже умнее, и будут находить решения тех проблем, с которыми они будут сталкиваться. Во всяком случае, за всю многотысячелетнюю историю человечества как-то они находили эти решения. Я приведу пример одного изделия, которое мы на нашей радиостанции часто сейчас приводим. Мы назвали его LOL Economy. LOL – это очень популярная у детей 3-6-7 лет игрушка сейчас. Точнее, это не игрушка, это явление YouTube-маркетинга. Для тех, кто не знает, напомню, это шар, смысл игры в которой – это раздирание упаковки. Это занимает много времени, потому что максимум удовольствия ребенок получает, пробираясь сквозь упаковку, к малюсенькой, малюсенькой, ничего не стоящей куколке, которая каждый раз чуть-чуть отличается от другой. Затем он ее должен снять, выложить на YouTube, показать всем, чем она отличается, и бежать со следующей. Но все, что он купил, а стоимость этого изделия минимум 3 тысячи рублей, немедленно отправляется на помойку. И я считаю, что это некий символ. Нынешней экономики потребления. Она работает чем быстрее на помойку, чем за большие деньги на помойку, тем эффектнее. Вы не считаете, что этот символ о чем-то говорит, и только какие-то экономические ограничения заставят иначе относиться вот к этому процессу анпэккинг? Мне кажется, ваш пример ярок, но исключительно искусственный. Первое, как отец 10-летнего ребенка, я первый раз услышал о таком существовании. Мне кажется, что это вопрос ответственности родителей, что это вопрос атмосферы в семье. Если вы занимаетесь ребенком, ребенок интересуется литературой, кино, а в этом возрасте уже можно интересоваться, то проблемы у ол-экономии в этом виде не существует. Второе, что вы сказали, в связи с растущим уровнем благосостояния нашего народа, поскольку я не вижу это как массовое явление у одноклассников, у меня даже этого нет. Второй аспект, я бы все-таки сказал, что, наверное, в этом есть какой-то смысл, потому что вот то, как вы вкусно... Так же ли мы поступаем со смартфонами, на самом деле, взрослые люди? Как вкусно это мы сейчас обрисовали, это же, как педагоги любят говорить о мелкой моторике. Может быть, это такое полезное занятие, вот распаковывать, пальцами двигать. Ну, в общем, лучше, чем в айфоне сидеть. Третье, не очень представляю, что так многие родители позволят за 3 тысячи покупать всякое барахло. Раз оно стоит 3 тысячи, значит, покупают, причем большая часть издержив здесь в маркетинге. Да нет, взрослые же тоже стараются менять айфон, чем чаще, тем лучше. Да и смартфоны делают так же. Следующий вопрос, если угодно философию. Мне все-таки кажется, что потребитель суверенен, имеет право тратить деньги на то, что он хочет и считает правильно. Потому что с точки зрения вульгарной экономической логики, а зачем вообще пальто и одежда разных фасонов? Человек должен быть одет. Гораздо лучше всем пошить одинаковое пальто. Можно назвать это формой, можно назвать современной модой. Во-первых, это будет дешевле. Во-вторых, это будет очень рационально. В-третьих, можно же отказаться от вот этой дурацкой конкуренции рыночной. Можно создать одну фабрику по производству пальто с одним. И вообще по производству всего. Будет единая бухгалтерия, будет экономия решительна на всем. Но, в общем, честно говоря, от такого рода антиутопии мир, он их переварил в начале 20 века и ушел от них. Причем, это же было тоже не заблуждение. Откуда, в общем, идея раннего социализма? А то, что вы говорите, ну, вы это не совсем сказали. Нет, я так говорю сейчас о кадрах. Что предстоит этому? Это же идея... Океана, который замусорен этой упаковкой. Да нет. У нас 7 миллиардов, и мы со всего возрастающей скорости. То есть, если предел развития по этой модели. Ну, знаете, ну, если производить конечное число пальто и говорить, что менять его надо раз в 5 лет, то с мусором тоже можно бороться определенным образом, а лучше раз в 10 лет. Вот такое надежное пальто из современных нанотехнологических материалов. Я просто к тому, что все эти модели упрощения, они были характерны для экономики рубежа 19-20 веков, и были, в общем, связаны, как и популярность такого традиционного социализма и коммунизма была связана с тем, что у вас были люди, у которых было дюжина костюмов, и ни одного, у которых могли обедать три раза в день, а другие жили впроголь. Когда вам нужно более-менее уравнять людей и обеспечить какой-то достаток, то тут некое уравнивание может работать. Но как только выясняется, что вы не хотите пальто, в какой-то момент стол и стул, потом автомобиль, ну, одинаковый автомобиль, он может быть любым, но главное быть черным, да, и чтобы там конвейер их легко штамповал, то возникает все-таки вопрос о качестве вашей жизни, о том, что вы хотите делать, что вы хотите потреблять, что вы хотите читать. В конце концов, можно же и наборы из трех или десяти, или ста книг предписать и сказать, что вот эти книги надо читать и выпускать, а другие не надо, потому что потом они в макулатуру иду, это вообще вред один и мусор. То есть, отключая на ваш вопрос, хотим сказать, что всем нам, и экономистам, и нормальным людям, надо все-таки относиться к себе менее самонадеянно и понимать, что человек имеет право покупать то, что он хочет, если это законно, законно и в технологическом, и в экономическом смысле. Но дальше определять, что полезно, а что нет, все-таки это дело суверенного человека. Приведу другой пример, который тоже всем приходит на ум, когда мы сталкиваемся с огромным, так сказать, протестом населения по поводу все возрастающего количества мусора, а мусор ведь возрастает за последние десятилетия кратно, потому что так устроено, что мы все больше и больше выбрасываем. Ну так вот, все помнят, как в советское время бутылки не выбрасывали, а собирали. А сейчас почему-то это никак не заведется, ни под какие, так сказать, призывы. По одной простой причине. Собирать бутылки нет никакого экономического смысла, поскольку почти все производители не пользуются стандартными бутылками. Им не нужна чужая бутылка. В итоге экономически, даже если бутылки собраны, их крошат, а не так, как раньше их просто мыли и использовали вторично. Их крошат и еще более дорогим способом превращаются в новое стекло. Экономики нет. У борьбы с мусором есть только активисты и протесты, но нет экономики как таковой. Я не могу с этим согласиться. Есть разные страны с разными правилами. Где-то мусор очень тщательно собирают, разбирают, сортируют. Где-то его сортируют в начале, а потом выясняется, что он не сортирован в конце. В общем, конечно, это все проблемы экономической рациональности, проблемы налоговой политики, проблемы воспитания, если угодно. Это не проблема, которую можно решить сегодня, на завтра. Но я настойчиво вижу, что, например, в президентской академии, в которой я имею честь работать, сами студенты настаивают на принятии экологических мер, на раздельном сборе мусора, на введение некой экологической пропаганды и просвещения. Повторяю, это никак не предложение преподавателей, это предложение, идущее от студентов, аспирантов и молодых научных сотрудников. Это коллективный Грета Тунберг. Я не знаю, что такое коллективный Грета Тунберг. Я знаю, что экологическая проблема становится в этом веке важнейшей. И я полагаю, что объединенными усилиями общественности и правительства разных стран, особенно развитых стран, включая Россию, эта проблема найдет решение. Во всяком случае, вся длительная история человечества убеждает, что проблемы, которые вставали перед людьми, люди решали. Вы только что выпустили книгу, в которой отследили 20 лет экономического развития России. Я хотел бы, чтобы вы сформулировали, может быть, главные выводы, к которым вы сами пришли, работая над этой 20-летней историей. Вы знаете, книга-то основана на статьях, которые я ежегодно писал и публиковал с обзором экономики и экономической политики России в соответствующий год. Больше того, работая над ней, я старался не сильно пересматривать оценки, потому что я все-таки базовый экономический историк, и мне кажется, важно не приписывать себе ум по прошествии 5 или 10 лет, а все-таки рассматривать эволюцию понимания того, что происходит. Базово я действительно считаю, и там это показано, и это подтверждается, что переходный период завершился у нас к 99-му и 2000-му годам. И вот 90-е годы – это трансформация советской плановой экономики в рыночную. Причем революционная трансформация, в отличие от большинства практически всех других посредо-коммунистических стран, в России рухнуло государство. Все не понимают, очень многие не понимают, говоря про 90-е, что важнейшей задачей 90-е было восстановление государственных институтов, что на момент распада Советского Союза у нас были нулевые золотовалютные резервы, ну 30 миллионов долларов, да. Когда это говоришь, обычно журналисты поправляют на миллиардов, потому что это может быть 30 миллионов, совершенно непонятно. Хотя 30 миллиардов у нас появилось почти через 15 лет. У нас не было границ, в России не было границ. У нас не было Центробанка, а еще хуже, было 15 Центробанков, которые каждый теоретически мог имитировать рубли, пока не развели. Не было собственной полиции, собственной армии, поскольку все это было союзные структуры. Не было отношений собственности, не было налоговой системы, потому что советская налоговая система основывалась на государственно зафиксированных ценах. Советские налоги, за редким исключением, это была доля в установленной государственной цене. А поскольку государственные цены рухнули, то налоговой системы тоже не было. В общем, 90-е годы ушли на воссоздание государственных институтов, чего не приходилось решать практически ни одной другой постсоветской стране, особенно Центральной и Восточной Европе, равно как и многим постсоветским государствам, потому что у них так или иначе все это было в Российской Федерации, все считалось как бы союзным. И это была важнейшая задача 90-х, она была завершена к концу 90-х годов, и вот дальше начинается нормальная функционирование рыночной экономики. Сперва восстановительный период, к 2008 году, мы достигли уровня докризисного, экономика практически удвоилась. А дальше, вот очень интересно, в нашей истории у нас совпало начало глобального структурного кризиса и исчерпание восстановительной модели роста. Дальше начинается борьба с кризисом и формирование новой модели, как экономического роста, так и новой социально-политической модели. Это вот следующий десятилетий, который можно назвать турбулентным, его часто называют турбулентным, потому что он действительно период адаптации экономики, не только российской, а основных ведущих экономик вызовом, который обозначен структурный кризис 2008-2009 годов. Это период, требующий примерно десятилетия. По одному исследованию, я сейчас забыл, кому нам принадлежало, но одной из крупнейших международных финансовых организаций, уровень жизни россиян с 2000 года, по всю пору, то есть при Путине, вырос в два раза. Ну, собственно, весь этот рост как раз пришелся на период с 2008 года, с тех пор он замер. Знаете, все-таки несколько больше, потому что у нас, опять, не статистически, а логически, в два раза у нас выросла экономика к 2008 году, но у нас тогда уровень доходов рос гораздо быстрее. У нас на протяжении 2000-х годов, это тоже одна из характеристик восстановительного роста, когда зарплаты и доходы растут быстрее, чем ВВП и производительность. Дальше действительно начался период, когда начались торможения как экономики, так и благосостояния. Это, конечно, связанные вопросы, но тут не могу не отметить итог, потому что все-таки это период достаточно тяжелого кубка кризисов от геополитических до циклических структурных, вот то, через что мы проходили за последние 10 лет. И, конечно, свою роль тут сыграла, знаете, экономика – грустная наука. По-английски его часто называют «dismal science», то есть такая наука печали. И все-таки я не могу еще одну вещь не зафиксировать, что когда у вас 10 лет благосостояние растет сильно быстрее производительности экономики, то потом наступает некоторый период, когда она начинает сильно тормозить. То есть в балансе экономика все равно восстанавливается, чудес не бывает. В этом смысле, конечно, это сложно. Мы должны относиться к этому ответственно и с пониманием, что у этих процессов есть некоторые внутренние закономерности, которые технически, ну там, впрысканием денег в экономику, там, легкими решениями. Там нет легких решений. Вот это я хочу сказать. А, собственно говоря, если вот смотреть за такими большими периодами, величинами, большими трендами, сейчас торможение роста доходов, ну, собственно, не торможение, а падение, сейчас стагнация, никак не удается прийти к росту реальных доходов населения. Ну, все-таки есть статистически медленный рост. Сейчас это большинство политиков, экономистов, называют едва ли не главным вызовом сегодняшнего дня. А вот если смотреть с больших перспектив, какие тренды просматриваются? Начнем с того, что ВВП, в общем, это же не вечный показатель. Он появился в конце 30-х годов, до этого его не было. Это совокупность продажи товаров, услуг в течение года. И появился он как такой заместитель, показатель динамики благосостояния. Потому что есть такая мантра, повысить темпы роста, повысить темпы роста. По большому счету, нужно же не темпы роста экономик, нужно темпы роста благосостояния. Благосостояние гораздо важнее. Потому что это создает спрос в экономике, это создает устойчивость экономического развития. А опыт наших последних 30 лет, причем не только российских, говорит о том, что вообще динамика ВВП и благосостояния может расходиться. Вот скажем, когда советская власть на исходе своего существования объявила ускорение, темпы роста повышались, а товарный дефицит, благосостояние снижалось. Реальная стоимость зарплаты, доходов снижалась. Мы знаем японский опыт, когда последние 25 лет экономика тормозится, ну там те же демографические проблемы, как у нас, при этом благосостояние растет. То есть на самом деле, конечно, проблема благосостояния важнее проблем экономического роста. Есть еще очень важный вопрос, как, так сказать, экономический рост или совокупный рост благосостояния, доходит ли он до нижних слоев населения, то есть до самых массовых. В этой связи, есть ли у вас какое-то отношение на данный момент к идее, которая сейчас активно обсуждается, насчет того, чтобы освободить от НДФЛ некий нижний порог зарплаты? Хотя, если говорить серьезно, мы прекрасно понимаем, что это неизбежно приведет к повышению подоходного налога на оставшуюся часть. А вы знаете, подоходный налог – это такой неглавный источник пополнения бюджета, он важен с точки зрения региональных налогов. В принципе, да, вполне можно, скажем, освободить от подоходного налога зарплаты до какого-то уровня и несколько повысить для других там. Для других, для всех. Мы так понимаем, что, хотя никто не объяснил пока, что идея заключается в том, что для всех освобождается сумма, допустим, ну, какая-то до 10-15 тысяч. Это можно и так делать. Это, в общем, не очень важно. А потом плоская шкала, но которая… Экономически это все не очень важно. А эффект от этого будет, вот если это сделать? Или это… Ну, для тех, кто победнее, конечно, да. Это можно, опять. Макроэкономические истории незначимые. Для меня важно не уходить от плоской шкалы, потому что я считаю, что в современном мире в перспективе это гораздо более правильный механизм и технический, и социальный. Когда говорят, что богатый, получается, платит меньше, вовсе нет, богатый платит больше. Просто не по прогрессии. Богатый реально платит больше. Чем больше у тебя доход, тем больше ты платишь в абсолютных величинах. В конце концов, людям бюджету нужны абсолютные величины, а не доли. Поэтому, в принципе, да, это невозможное решение. Изменит ли оно что-то, позволит ли оно решить какие-то там специфические проблемы, в общем, нет. Очевидно, что предстоящее десятилетие, об этом есть некий консенсус всех продвинутых экспертов, станет десятилетием еще более ускоряющейся технологической революции. Насколько, на ваш взгляд, мы к этому готовы, как экономика и общество? Будем ли мы в числе тех, кто будет в авангарде этой технологической революции, или мы будем заметнее и заметнее отставать? Вы знаете, будущее покрыто мраком. Опять же, мы знаем, что самые интересные, самые яркие прорывы случались, как правило, тогда, когда многие разуверивались в том, что это возможно. Поэтому у нас нет никаких препятствий, чтобы быть в авангарде этого развития. Развить больше того, если вспомнить, была такая популярная когда-то теория о том, что российская экономика не может быть рыночной, потому что изотермы слишком холодные, и вообще, что здесь холодно, и климат не тот, и издержки на обогрев слишком высоки. Я тогда, еще тогда всегда говорил, что, собственно, в будущее постиндустриальное, сейчас мы говорим о цифровой экономике, издержки на обогрев становятся менее значимыми. И поэтому... Цифровая экономика выделяет тепло. Как говорится, ее нужно охлаждать. Я бы говорил о том, что там в южных странах расходы на кондиционирование ничуть не менее важны, но, в принципе, вот экономика, не связанная с индустриальными гигантами, она вполне уместно применительна к России. Здесь даже некоторые отрицательные черты. Вот иногда говорят, что в России не любят соблюдать законы. Вообще-то, эффективная цифровая экономика – это экономика, предполагающая несоблюдение законов. Закон, я имею в виду не уголовных. Я имею в виду законов, традиции, возможности вырваться вперед из существующей парадигмы. Вот это очень хорошая перспектива. Есть, конечно, и серьезные сдерживающие факторы, связанные, скажем, с индиционным и предпринимательским климатом. Вообще, мы страны потрясающей хорошей макроэкономики и проблем в микроэкономике. То есть, вот, все, что зависит от правительства с точки зрения финансов, денег, большинство стран мира мог только завидовать нашему уровню макроэкономических параметров. Это геометрально противоположность тому, с чем Россия выходила из коммунизма. Просто геометральная противоположность. И в то же время есть проблемы, связанные с отношением к частному предпринимательству. Это дело не только государственной политики. Вот вы знаете, для меня, например, такой строго неверифицируемый фактор, но я думаю, он многим понятен. Вот одним из препятствий наших социальных является то, что вот у нас, как правило, дети из богатых семей хотят работать в госкорпорациях, дети из бедных в силовых структурах, а в частном бизнесе, ну вот, кому не повезет, ни там, ни там. И вот это то, что частный бизнес вторичен, да, понимаю, что это длинная традиция, она не только советская, там, и в XIX веке, если вы посмотрите... Это было третье сословие, второе сословие. Нет, второе это церковь. Третье, третье, третий. Ну, третье сословие. Отношение к частному бизнесу всегда было в Российской империи тоже сомнительным, что вот там жульки себе карман набивают вместо того, чтобы о государстве думать. Но это реальная, реальная проблема, а ведь в цифровой экономике, в постностраненной экономике, в экономике очень быстро ускоряющихся инноваций роль частного риска очень велика. Это сто лет назад можно было сказать, что вот мы будем передовой страной, если будем производить больше угля, стали, чугуна, танков и тракторов. И, соответственно, сосредоточить на этом финансы и совершить рывок. Часто мы понимаем, что мы реально не знаем, что является самым передовым. Что является точкой рывка. И это означает, что, наоборот, только частный игрок должен рисковать. Должен рисковать, видеть вот эти точки прорыва и пытаться вырваться вперед. Если во втором плане 19 и первой плане 20 века наиболее успешные рывки вперед совершали страны с более высокой бюджетной нагрузкой в экономике, чем самые передовые, ну, потому что они концентрировали деньги на передовых отраслях и совершали рывок, то вот за последние 50 лет самые успешные страны, которые решали эти задачи, это были страны с более низкой нагрузкой бюджета КВП, потому что оставляли выбор рывных историй, несмотря на частного бизнеса. Государство должно было обеспечить инфраструктуру и человеком. То есть, недаром, если вы посмотрите, скажем, на нацпроекты, которые совершенно справедливы, у нас проекты по указу президента 2018 года, они совершенно справедливо акцент делают на инфраструктуру и человеческий капитал. То есть, то, за что и отвечает государство. А дальше начинается конкуренция технологий. Напоследок, перед Новым годом, какие главные риски можно предположить в следующем году? Если их можно избежать, то как? Вы знаете, это немножко традиционно. Я всегда, и особенно в последние годы, стараюсь предотвратить риск популизма. От риска того, что есть панацея, что для всех экономических или цельных экономических проблем есть простые решения. Знаете, простые решения есть всегда, но, как правило, простое решение оказывается наиболее неэффективным. Потому что, в общем, экономика – это не только грустная, но и сложная история. И здесь требуется взвешивание самых разных обстоятельств и, конечно, долгосрочное политическое видение. Потому что лидерство в экономике никто не отменял. Спасибо.